Когда мы поминаем наших усопших родных, близких, наших наставников, учителей, друзей и многих-многих людей, которых оставили имена, остались имена в истории и в наших сердцах. А наипадча церковь поминает и тех, чьи имена уже стерлись из истории, но они все равно пред Богом живы. И вот замечательные слова каждый день за богослужением церковь возносят своему пастыре-начальнику Господу нашему Иисусу Христу. Мы просим и не постыдной христианской кончины, покаяния, чтобы мы свои дни скончали. И, конечно же, доброго ответа о страшном судище Христово. Вот это прошение, этим чаянием заканчивается ехтенья, которая является просительной. Мы так ее называем, когда мы просим у Господа, подай Господи нам этих замечательных благ, которые есть у тебя. Но это наше прошение не просто желание приспособиться к этому миру или к миру вечному. Это изъявление нашей души, это наша надежда. Мы в символе веры так и поем с вами чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это не просто состояние здесь пребывания на земле с грехами и страстями, а потом мало ли что будет. Это христианское чаяние и надежда, сильное, крепкое на то, что не только будет жизнь будущего века, и не только то, что Господь наш праведный, и Он определит каждому свое место там, в мире гордень. Но это еще и желание самому участвовать в этом спасительном действии Божьей благодати, которое здесь действует в нашем мире для того, чтобы мы преобразились, для того, чтобы мы избавились от всего, что мешает нам войти в это Царство Небесное. И вот сегодня, вспоминая многих своих родных, мы понимаем, что в их жизни не все так было гладко. И есть места, где они, конечно бы, хотели переписать историю своей жизни, но это невозможно. Время неумолимо идет вперед, совершая историю всего человечества. Поэтому мы, живущие здесь, на земле, в это время благоприятное и спасительное, можем и имеем такое счастье – помочь нашим ближним, молиться за них, дабы они через наши добрые дела, через эту молитву Церкви, через наше милосердие и многое другое могли бы продолжить свои добрые дела в мире ином. У них теперь нет возможности действовать, а у нас есть такая возможность. И мы, чая, жизнь будущего века, надеясь Господом быть, и всегда вознося слова молитвы «Да будет воля Твоя, и да приидит Царствие Твое», мы тем самым приближаем это Царство Божие, чтобы оно началось здесь, в наших сердцах. Ибо Господь сказал «Царство Божие внутри вас», а потом это Царство открывается нам, когда мы отвергаем свою телесную оболочку и уже душою своей предстоим полноценному Богу и видим Его знак, как Он есть, как Он создал нас, как Он любит нас, как Он жертвовал ради нас Своей жизнью и всем, дабы мы спаслись и в разумение истины пришли. И сегодняшний день наш – это изъявление упования на Бога, на Его спасительные заслуги, на Его жертвенную любовь, милосердие и человеколюбие, потому что без этого человеколюбие невозможно было бы говорить о нас, как о детях Божьих. Только по этой огромной любви Он дает нам средства для нашего спасения. И самые первые средства – это были Его спасительные страдания, через которые Он дал нам, верующим в Него, прощение гребов. А если мы очищаем свое сердце, и оно становится способным чувствовать благодать Божию, если мы избавляемся от наших грехов, то уже как праведных и благочестивых слышит Господь, потому что души праведных в руке Божьей. Он Сам слышит многих, которые молятся Ему. И мы, даже, может быть, еще не совсем очистим свое сердце от страстей, но желая исправиться, мы все равно идем в Храм Божий. Там, где освящение, там, где благодать, там, где дает Господь нам выйти отсюда другими людьми, обновленными, чистыми, светлыми, добрыми, ищущими возможность любую, чтобы сделать доброе дело. И сегодня наше общее доброе дело – это молитва за тех, кто ушел в мир иной. И я верю, что наша общая молитва дойдет до Господа, потому что мы совершали ее от искреннего, по детски простого сердца, дабы Господь спас души тех, о ком мы молились, чтобы они не терпели мучения, ибо мучения, как мы слышим в самом Евангелии, было приготовлено не для человека, а для дьявола и его служителей. Поэтому мы просим, чтобы Господь избавил все души праведных и верующих людей от этого дьявольского места, от того ада, который не по своему, может быть, желанию, но по привычке и по действию злобы человек совершает, спустился в эти места, приготовленные совершенно не для него. И я бы хотел, чтобы мы усерднее молились, чтобы мы больше совершали добрых дел, чтобы наша милостыня всегда была с нами. Но такая, как говорит Господь, левая рука Твоя пусть не знает, что сделает правая. Другими словами, не кичиться этим, а наоборот, считать своим долгом и обязанностью, своей частью души милосердие, которое возможно от нас. И я верю, что через это доброе настроение, через наши простые дела, простые вещи, Господь дарует нам исполнение нашего желания, чтобы ближние получили отраду, чтобы они наследовали Царство Небесное, чтобы тот мир и благополучие, о котором мы молимся, всегда было с ними, чтобы они лицезрели славу Божию, чтобы они вечно радовались, как радовались апостолы, видя воскресшего Христа. Будем же молиться еще усерднее, будем стараться своими поступками не омрачать память наших усопших сродников. И будем трудиться, чтобы Господь укрепил нас в делании и не только Великого Поста, но и в делании труда, духовного пути, который мы должны пройти в этой жизни, чтобы нам хватило сил на исправление себя, чтобы мы не устрашились, видя и созерцая себя не совсем в том виде, который нужен Господу, но с Его благодатью и помощью, наоборот, преобразились, стали добрыми, стали послушными Господу, стали понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И я верю, через это все Господь укрепит нас и подаст просимое. А сегодня наша молитва добрая молитва об усопших сродников, и пусть им будет от рады и утешение, пусть они сегодня возрадуются, потому что мы любим их, просим о них Господа, и надеемся, что Он через наше общее служение сотворит милость им, и нас не оставит своей милостью и любовью.